Что такое кишечная флора или микрофлора кишечника? Это огромное количество различных видов бактерий, от 300 до 500 видов бактерий. Это более одного килограмма чистых бактерий массы. И вот эти бактерии в 10 раз превышают количество наших собственных клеток организма. Таким образом, философски говоря, можно представить наш организм как такой очень удачный, эволюционно отработанный инкубатор для развития, для существования вот этой флоры, этого сложного, сложнейшего сообщества различных бактерий. Среди этих бактерий есть и такие, которые можно посеять на каких-то средах выявить, на какие есть какие, которые вообще невозможны. В общем-то мы знаем чаще всего о бифидобактериях, о кишечных палочках. Конечно, 500 видов бактерий вряд ли кто-то из нас знает, что их так много. Соответственно, много злоупотребления. Много злоупотребления происходит и со стороны врачей, и со стороны различных компаний, которые выпускают чудодейственные средства для поддержания микрофлоры, для лечения якобы расстройств микрофлоры и так далее. За вот годы нашей изоляции, так скажем, от научного мира в советские годы, у нас много каких ноу-хау таких, в кавычках говоря, появилось. Интересный момент. Среди них такой удивительный диагноз, который не существует нигде в мире – это дисбактериоз. Это очень популярный диагноз. Редко какой врач не ставил хотя бы раз в жизни, это чудный диагноз – дисбактериоз или дисбиоз, кто как его называет. То есть какое-то такое вот состояние организма, здесь идет речь, когда меняется соотношение какой-то флоры, меньше становится нужная флора, другой – больше. И вот этому состоянию приписываются чуть ли не все расстройства, с которыми приходит больной к врачу. Неважно, какого возраста, и маленькому ребенку это стало дисбактериоз, чтобы у него не было, и взрослому. На самом деле все не так просто. Дело в том, что свою флору, вот эти микроорганизмы, которые у нас кишечники далее живут, мы приобретаем в первый же день жизни. Что мы приобрели, то с нами по жизни останется. Как они попадают? Элементарно. Когда ребенок соприкасается с какими-то инородными предметами в доме или прикладывается к груди матери, естественно, он знакомится с этой сосей флорой. И она попадает очень быстро, кишечник населяет, у новорожденного он стерильный, а в первые же дни он становится заселенным. Далее эти бактерии обладают способностью модифицировать клетки нашего кишечника под себя, воздействуя на генетический материал этих клеток таким образом, чтобы они создавали необходимую экологическую нишу именно для этих бактерий. И в дальнейшем состав бактериальный, он практически у нас никогда не меняется, он остается стабильным до самой смерти. Действительно могут быть какие-то флюктуации определенных бактериальных групп. Ну скажем, длительный прием антибиотиков, может какие-то восприимчивые микроорганизмы их популяцию уменьшить, другие за счет этого как-то разовьются. В очень малой степени здесь может влиять характер питания, изменение питания, в очень малой степени сразу нужно отметить. Какие-то заболевания, там скажем, кишечные отравления, различные кишечные инфекции другие, вызывающие поносы длительные, там диареи, да, они также могут, конечно, нарушать соотношение этих микроорганизмов. Это количественное соотношение, но качественно флора остается постоянно. И как только вот этот негативно воздействующий фактор уходит, то есть человек перестает принимать антибиотики, грубо говоря, у него проходит этот понос, вызванный там, скажем, сальмонеллой какой-то куриной, да, кишечная флора восстанавливается сама по себе. У многих людей неправильно создается впечатление о том, что вот, скажем, принял курс антибиотиков, там, неделю попил курс антибиотиков, у тебя какие-то флора какая-то исчезла раз и навсегда, она вымерла, выкашена этим антибиотиком. Это неправда. Бактерии настолько легко приспосабливаются, что, в общем-то, антибиотики, они не болезнетворные микробы, против которых назначаются, полностью не выкашивают, не уничтожают, не тем более кишечную нашу флору. Они лишь уменьшают популяцию до какого-то времени, и мы даем таким образом иммунитету возможность как-то на работе тела справиться вот с этими бактериями, так же и в кишечнике происходит. Уменьшается популяция соотношения какое-то, но как только антибиотиками мы перестаем принимать, выжившие микроорганизмы, они тут же восстанавливаются сами по себе. Клетки бактериальные делятся очень быстро, диета, продукты питания очень мало здесь влияют. Из-за того, что человек меняет характер питания, он в детстве одно ест, а в зрелом власти другое, соотношение этой флоры очень незначительно колеблется. Тем не менее, вот эта полуправда о том, что соотношение может меняться. Рекламой и многими производителями используются, доводятся до абсурда. Ну, например, все мы знаем и каждый день видим рекламу всевозможных йогуртов с живыми бактериями, которые в рекламе показывают, как эти бактерии после употребления йогурта населяют кишечник, размножаются, делают какие-то добрые дела у нас в кишечнике, улучшают состояние организма, иммунитет и прочее, так и называются йогурты с приставками иммуна и прочее. Что происходит с бактерией, когда мы ее выпиваем в живую йогурту? Ну, подавляющее, в общем-то, большинство этих бактерий будет уничтожены в кислой среде желудка. Что не исчезло в желудке, там добивается ферментами 12-перстной кишки и переваривается. Те бактерии, которые все-таки проскочили в кишечник, чужеродные, они столкнутся с чем? Они столкнутся с тем самым ордой бактерий наших собственных, которые я сказал, и начинается, что там, естественно, это отбор, те килограммы наших бактерий начинают бороться с этой микроскопической дозой чужеродных, извне привнесенных бифидо-бактерий и прочих кишечных палочек. Естественно, победу одерживают именно они. То есть чужеродная бактерия из йогурта больше нескольких дней она не проживет. Зная это, некоторые рекламы делают, даже в свою пользу этот факт используют и говорят о том, что недостаточно эпизодически употреблять наш живой йогурт, его нужно пить регулярно, то есть ежедневно, и только тогда вам будет хорошо. Но даже если ежедневно его употребляют, то есть пополняют эту чужеродную популяцию, поддерживают на каком-то уровне, по сравнению с нашими собственными бактериями, с огромным пулом этих бактерий, многотриллионным количеством этих бактерий, роль из непринесенных постоянно поддерживаемой искусственной популяции настолько невелика, настолько ничтожно мала, что учитывать ее даже не приходится. Есть ряд исследований, которые поддерживают употребление бактериальных препаратов, не только йогуртов, а из медицины много таких препаратов существует, их называют пробиотики и пребиотики, пробиотики содержащие бактерии, пребиотики содержащие субстраты, которыми эти бактерии питаются, но все клинические исследования в общем-то показывают, что положительный эффект от них минимален. Я не призываю вас отказываться от живых йогуртов, что-то их как-то умышлять, это полная глупость, конечно. Живой йогурт – это хорошо, но не потому хорошо, что он населит ваш организм какими-то чудодействиями, бактериями, а просто потому, что это продукт свежий. Вот и все. Таким образом, в общем-то, такое состояние, как дисбактериоз, это состояние вымышленное больше, оно, точнее не то, что вымышленное, оно временно может существовать, но годами длиться, как это многим нашим пациентам внушается, это не может. То есть, как только факторы воздействия прекращаются, флора сама по себе спонтанно восстанавливается полностью. Стерильным человек жить не может. Мы эволюционировали совместно с бактериями таким образом, что жить без этой флоры мы не можем. Она играет очень важную роль в нашем организме. Во-первых, эти кишечные бактерии, они расщепляют то, что те продукты питания, которые не сумел переварить организм, мы далеко не все умеем переваривать, скажем, целлюлозу, да, клетчатку, мы не умеем переваривать, а бактерии это умеют делать. И производят немало веществ, в том числе энергетически важных, которые питают кишечник. Кишечник основную часть энергии получает именно от бактерий, которые переваривают целлюлозу. Скажем, недорасщепившийся коллаген из мяса, вот есть такие волокна, которые очень сложно переварить, тоже бактерии их дорабатывают. То, что не сумели доработать мы, дорабатывают из нас бактерии. Бактерии синтезируют и витамины очень многие необходимые для нашего организма. Они играют очень важную иммунную функцию, точнее сказать, даже барьерную функцию, не пуская чужеродные микроорганизмы. Как они не допустят, чтобы йогуртная культура развилась, так же они не допустят, чтобы и болезнетворный организм у нас развился. То есть, если мы заболеваем чужой сальмонеллой, скажем, куриной, да, сальмонеллоз у нас развивается, он сам по себе пройдет через неделю, через две, он обязательно эта сальмонелла будет побеждена, просто не дадут ей развиться. Потому что ниша наша в кишечнике вся занята нашими собственными бактериями, чужих чужаков, для чужаков места нет. Так же она побеждает и многие другие болезнетворные организмы и заболевания. Кроме того, и действительно иммунные функции выполняет наша флора. В кишечнике находится много иммунных клеток, и именно во взаимодействии с микрофлорой наш иммунитет знакомится с очень многими антигенами, тренируется. И дальше, в целом, иммунная защита организма во многом зависит от этой бактериальной флоры. Чтобы кишечная флора хорошо функционировала, нужно обычно питаться, не злоупотреблять, конечно, антибиотиками, принимать их только по рекомендациям врача и в сроки, которые определил врач. Самим не ходить в аптеку при каждом чихине, пить эти антибиотики. И, в общем-то, все будет в порядке. Та кишечная флора, что у нас существует, она с нами останется по жизни. И в то же время нужно понимать, что существуют многие очень кишечные расстройства различного рода. С возраста может утрачиваться способность переваривать те или иные вещества, скажем, молочный сахар. С возраста очень многих людей утрачивают способность, они не могут молочные продукты переваривать. Но они об этом не знают, продолжают их есть, у них там пучит, все как-то вот расстраивается. Они идут к доктору, он говорит, а у вас дисбактериоз, вот пейте теперь вот какие-то там препараты. Совершенно врач не задумывается над такими вещами. Кто-то и другие люди не могут и иные вещества переваривать. То есть на самом деле нельзя приписывать все дисбактериозам, не надо вообще ничего им приписывать, такого заболевания официально не существует. Поэтому надо искать истинную причину ваших длительных кишечных расстройств, что это синдром раздраженной толстой кишки, или это неспособность переварить какие-то вещества, или еще какие-то расстройства воспалительные кишечника и прочее. Нужно искать причину. У нас же этого не делается зачастую. Просто ставится нелепый мифический диагноз дисбактериоза на основании каких-то там непонятных анализов КАЛа. Что там хотят найти врачи, мне тоже непонятно, потому что большинство бактерий, в общем-то, тех, которые живут в кишечниках, в КАЛе не оказывается. Если оказывается, то здесь совершенно не в таком соотношении. Поэтому судить о флоре в КАЛе, по флоре кишечной нельзя, по сути дела. Этот анализ сам по себе глупый. Поэтому дисбактериозу приписывать в свале вешание у всех собак – это нонсенс. Нужно искать истинную причину длительных кишечных расстройств. Во всем мире это делается. Многие из них даже имеют психические какие-то, неврологические расстройства могут приводить к таким длительным заболеваниям. То, что раньше лечили как дисбактериоз, оказывается, при этом помогают им депрессанты, скажем. Можно искать причину.